Всем привет! Меня действительно зовут Яков. Я iOS-разработчик в ХХРУ. И сегодня мы с вами поговорим про DI. Я расскажу, что это такое вообще, базу такую выдам. Потом я расскажу, от чего DI вообще помогает, зачем он нужен. Расскажу, какие в целом решения чаще всего на iOS используются для DI. Расскажу, почему мы себе в ХХ не стали тащить библиотеку. И покажу, какая у нас схема для DI используется. И в конце покажу такой демо-проект, в котором реализована такая же схема, как в нашем приложении. И этот проект потом там можно будет скачать, покрутить, если захочется. Вот такой вот планчик. Поехали. Ну, собственно, что вообще такое DI? DI – это Dependency Injection или инъекция зависимости. Тут может возникнуть вопрос. Что вообще такое зависимости? Ну, выглядит эта схема, в голове представляешь ее примерно так. Вот. Ну, ваши классы, да, они получают зависимости через инъекцию. Ну, вроде понятно. Но что такое зависимость? Зависимость вообще для любого объекта – это какой-то класс, какой-то объект другой, от которого первый объект зависит. То есть он не может выполнять без него свои обязанности. И эта зависимость ему в этом помогает. Вот примерчик такой вот вью-модели. Например, есть у нас какая-то вью-моделька, в которой используется сетевой клиент. Ну, здесь понятно, там, это синхронный запрос. В реальной жизни оно не так работает, но для примера пойдет. И что мы здесь видим? У нас наша вью-модель, она использует сетевой клиент. Она же его и создает, она его настраивает, и потом у него вызывает какие-то методы. То есть получается, что наша вью-модель, она от этого сетевого клиента зависит. И есть здесь такая вот сцепка. Ну, на это можно, конечно, сказать. Ну, пусть зависит. То есть ничего в этом страшного нет. Но если разрабатывать приложение некоторое время, то начинают сыпаться проблемы. Вот. Начинается проблема именно при поддержке проекта, когда мы что-то там меняем флоу, требования у нас поменялись, мы что-то хотим починить, изменить, меняется дизайн. Мы его делаем снова, там какие-то новые зависимости прибавляются, еще что-то. Вот. Мы начинаем в этих зависимостях тонуть. Зависимости у нас образуют паутину. То есть одна зависит от другой. Начинаются проблемы с циклическими зависимостями. Когда одна зависит от второй, вторая зависит от третьей, а первая от третьей. И это все запутывается и превращается в такой мусор. Вот здесь такой утрированный пример, где даже на функции не разбито. Ну, в общем, если мы все в одном месте настраиваем, то это все превращается в такую огромную простыню кода. Нам становится очень сложно вообще что-либо с этим делать. И если мы там что-то поменяли в сервисе каком-то, то нам нужно вооружаться поиском и идти с помощью поиска по проекту все это чинить, все места вызовов наших методов как-то разбирать. Вот. Ну, возникает вопрос, что вообще с этим делать? Нет. Техник для того, чтобы с таким бороться, есть несколько разных. Вот. Но есть один ответ на все беды. Это, конечно, Solid. Вот. И в Solid буква D, она нам рассказывает про принцип инверсии зависимости. И как частный случай этого принципа, это как раз dependency injection. Это у нас такой паттерн, по которому мы предоставляем зависимость какому-то программному компоненту. То есть, когда мы этот паттерн используем, мы как бы на компонент смотрим снаружи, а что у него внутри, мы особо внимания не обращаем. Вот. И как на том примере, который я уже показал, если мы без DI, то видим, что здесь у нас стивой клиент создается внутри в нашем компоненте, там во Vue модели. А с DI, он будет передаваться откуда-то извне, он уже будет для этого компонента настроен и потом уже как-то используется. Есть разные способы. Тот, что я показал, это был способ через конструктор, но есть другие. Например, можно делать это через интерфейс. То есть, мы создаем протокол, в котором описываем, как мы зависимость будем в объект передавать. Можно сделать публичное свойство в объекте и в него записать нашу зависимость. Можно сделать публичный метод. Также через этот метод мы передаем зависимость, и она уже внутри, там, в наше какое-то поле в объекте записывается. Либо можно через конструктор. Вот. Есть проблемки у первых, по крайней мере, трех способов. То есть, если мы хотим инъектировать вот так через протокол, то нам придется протоколы вообще для всего писать. Это слишком много, как-то не очень удобно. Публичное свойство и публичный метод у них есть общая проблема, что мы можем начать пользоваться объектом до того, как он готов к использованию. То есть, мы там заинициировали вью-модель, она хочет какой-то сервис использовать, а что-то так вышло, что мы, например, не проставили в свойства наш сервис или не вызвали метод. Вот. Кроме того, получается, что у нас, если свойства и метод публичные и торчат, где не положено, то мы можем их вызвать там по неосторожности в каком-нибудь месте кода и тем самым поломать, получить неконсистентное поведение. Вот. Ну, конструктор, зашибись. Вот примерчик из нашего проекта, вью-модельки такой. И здесь можно увидеть, вот то, что подчеркнуто, это пачка сервисов, которая передается. И можно тут представить, то есть, если бы мы все это инициализировали, настраивали прямо в самой вью-модели, какой бы это был объем кода и как бы это было трудно поддерживать. Здесь еще тоже стоит понимать, мы передаем не конкретные имплементации классов, а мы их закрываем за протоколами. Потому что, если мы будем использовать напрямую, как вот слева на схеме, то объект А у нас вызывает какие-то методы объекта Б, у них получается опять вот эта сцепка жесткая, и, соответственно, изменение объекта Б сразу влечет за собой неконтролируемое зачастую изменение какого-то поведения в объекте А. Поэтому мы закрываем то, что нам нужно за протокол. У нас объект Б реализует протокол. Объект А методы, которые в этом протоколе описаны, вызывает, например. То есть мы фиксируем контракт, и получается, что здесь это улучшает нашу архитектуру. Что вообще получается, если мы используем DI? Зависимости у нас получаются явными. Вот мы их передали в конструкторе, мы видим явно, от чего наша вью-модель, например, зависит. И, соответственно, эти все зависимости внешние. Мы имеем возможность их настроить где-то в другом месте кода. Этот блок кода отдельно поддерживать. И это, соответственно, разделяет у нас бизнес-логику от какой-то обслуживающей такой логики для вот этих зависимостей. Зависимости более гибкие получаются, если делать по той схеме через протокол, как я рассказал. То есть можно подменить одну зависимость другой. У нас контракт зафиксирован, мы там делаем другой сервис. Он как-то по-другому выполняет те же самые обязанности, можем его подсовывать. Это все, как следствие, улучшает тестируемость. То есть мы можем МОК подсунуть и в МОК вернуть какие-нибудь сетевые запросы моментально, чтобы у нас тесты быстро прошли. И все это упрощает переиспользование. Ну, тоже, наверное, в принципе, понятно, почему. Так как все закрыто протоколами, то можно любой другой объект тут подсовывать. И как следствие улучшается декомпозиция. Ну, есть проблемка, да, что, конечно, это будет больше сущностей. Будет порождающая логика для наших зависимостей. И протоколы все нужно будет писать. Тоже есть такой тут нюанс. Ну, и все это, соответственно, дольше делать. Ну, здесь надо понимать, что в какой-то ситуации это может быть оправдано, а в какой-то не особо. То есть если там проект небольшой, мы не планируем его долго поддерживать, то, наверное, смысла заморачиваться прям все делать красиво по DI может не быть. Вот, ну, рассказал. Получается, DI в целом-то плюсов больше, чем минусов. Поэтому как это вообще реализовать можно? Если искать в Google, то одна из самых популярных штук, которая попадается, когда ищешь про DI на iOS, это сервис локатор. Вот, сервис локатор обычно реализуется как-то типа так. То есть это у нас такой синглтон со словариком сервисов. Мы вызываем метод регистр, созданный нами где-то там сервис передаем, и потом через метод resolve мы можем в любом месте кода, где нам доступен этот синглтон, этот сервис получить. Вот, ну и там, например, если мы в функции бы использовали сервис и обращались к нему как-то вот так, создавали его и к нему обращались, то в случае с сервис-локатором обычно используется вот типа как на экране сейчас. То есть мы где-то на старте приложения это регистрируем, и потом это все резолвим уже функцией и к методам сервиса обращаемся. Плюсы у этой схемы такие, что, в общем-то, это удобно использовать, конечно, это удобно тестировать. Ты можешь на моменте регистрации какого-нибудь сервиса подсунуть ему МОК, и у тебя пойдут тесты нормально на МОКах. Не нужно использовать сервисы синглтоны, то есть если у нас есть какой-нибудь сетевой клиент, мы можем его создать один раз, зарегистрировать его, передать, он в словаре хранится, единственном экземпляре, и мы можем его вытаскивать потом уже из этого сервиса локатора. Но есть минусы, что этот сервис локатор, он чаще всего сам, как синглтон, со всеми сопутствующими проблемами. То есть это вот неявное состояние, которое может изменяться из разных мест кода. Получается, что зависимости у нас при таком использовании, вот как я показал, они становятся неявными. Если мы прям функцию будем выдергивать сервис, то это создает проблему, что мы не знаем, от чего у нас зависят объекты. Ошибки. Если мы что-то забыли зарегистрировать или что-то изменилось в процессе регистрации какого-нибудь сервиса, то мы можем узнать об этом только в рантайме. У нас все скомпилируется, запустится прекрасно. Если мы там что-то не проверили, то это может стрельнуть. Ну и это не совсем та схема, которую я показал, это не совсем DI. То есть это сервис локатор, он может использоваться как часть DI-схемы, но не совсем про DI, потому что не передается ничего из ней, ничего не инвестируется. Есть много популярных довольно-таки библиотек про DI, которые помогают с этим вопросом разобраться. Вот четыре штучки каких-то самых популярных. Там Swinject, Needle, Clancy, Weaver. Сильно подробно, как ими пользоваться, я рассказывать тут не буду. Просто расскажу в целом, какие плюсы, какие минусы, если они у чего-то есть. Вот взять Swinject, он очень модный. То есть это на самом деле хороший плюс, потому что если вы с какими-то проблемами столкнетесь, то, скорее всего, вы на Stack Overflow найдете очень быстрый ответ. Он не особо влияет на время компиляции, то есть у вас билдится проект будет так же быстро, в принципе, как и без него. И его в целом легко использовать, тоже как следствие того, что он модный. Но есть проблема. Под капотом у него тоже сервис локатор, чуть докрученный. Соответственно, ошибки будут только в рантайме, если там какой-то сервис не зарегистрировать. Они не так часто выпускают новые версии, то есть это раз в полгода где-то. И если у нас много-много зависимости в проекте, то проект будет запускаться все дольше и дольше, потому что Swinject крутит вот эту всю схему с регистрацией сервисов в свой словарь при запуске приложения. Потом чуть подробнее расскажу, почему это прям большая беда. Есть Clans, он от авторов Dagger. Насколько знаю, на Android это какой-то прям стандарт. Он незначительно так же, как Swinject, влияет на время компиляции. Но у него есть проблема тоже ошибки в рантайме, потому что схема, видимо, похожа на Swinject. И он, по сути, мертвый. То есть последний релиз был в сентябре 2020. Если захочется пользоваться, то есть надо будет делать форк и что-то докручивать. И у него есть такой порог хождения, потому что он имеет свой набор таких концептов для DI, которые нужно будет сначала вкурить, прежде чем сможешь этим пользоваться. Вот есть еще Viver. Он тоже хорош тем, что он строит граф-зависимость, и ошибки выдает на этапе компиляции уже. То есть если у нас есть какие-то циклические зависимости, или там что-то мы зависимость какую-то не создали, не синициализировали правильно, мы уже на этапе компиляции об этом узнаем. И у него есть там несколько встроенных штук для тестирования. Тоже может мог помочь подсунуть там, где нужно, и так далее. Но есть у него проблема с долгой компиляцией. То есть библиотека, если проверяет зависимости на этапе компиляции, то у нас тут начинается проблема при билде проекта. И он вынуждает, то есть схема у него такая, что все это через property injection делается. Нужно помечать property в рапперам свойства в объекте, и так это типа Viver туда передает зависимости. Как следствие вот этого будет сложно заменить на какой-то другой подход. Если вы все поля в своих объектах пропишите property в рапперами, вы ничего не будете передавать, а вы вдруг захотите DI сделать через конструктор, то придется все переписывать, короче. Вот и есть Needle от Uber. Довольно-таки крутая библиотека. Она выдает ошибки на этапе компиляции, активно очень поддерживается, очень активно допиливается. То есть на тот момент, когда в хх вкручивалась та схема, про которую я расскажу дальше, Needle чуть меньше нам подходил. И в целом, если хочется использовать библиотеку для DI, то Needle довольно-таки хороший вариант. Тоже он разруливает там иерархию, с циклическими зависимостями не пролетите. Расскажу про красные флаги в хх для библиотек. Когда мы рассматривали, может быть, стоит использовать библиотеку, что для нас было критично. Первый красный флаг – это ошибки в рантайме. То есть если мы ошибку о том, что что-то не так с зависимостью получим в рантайме, то это нам не подходит, это слишком рискованно. То есть мы выкатываем приложение, что-то мы там пропустили, забыли протестить, приложение там начинает падать. Если у библиотеки слабая поддержка, тоже нам это не очень нравится, потому что выходит новая версия iOS, а библиотека, допустим, до сих пор не обновилась, нам что-то нужно делать, куда-то бежать, создавать там на GitHub issue или делать форк, что-то докручивать самим, ну не очень. Если долгий запуск, тоже почему это большая проблема. Вообще в iOS есть механизм, Watchdog называется, и вроде как эмпирическим путем выяснили у нас разработчики, что если у тебя дольше 20 секунд запускается приложение, и что-то оно на старте там крутит, то оно просто будет удалено из памяти. Поэтому если взять Swinject и начать разрабатывать на нем большой проект, то вы можете влететь в такую проблему, что когда у вас много-много зависимости, они все резолуются на запуске, то приложение у вас вообще перестанет запускаться. И еще большая проблема, если библиотека не дружит с многомодульностью. То есть про те, которые я уже сказал, там кроме Needle, наверное, ничего особо с многомодульностью не дружит. Проблемы бывают такие, что, например, библиотека, DI, она заставляет вас сделать все ваши сервисы публичными. То есть у вас там куча модулей, куча публичных сервисов, вы один меняете, так как все это доступно с разных мест кода, все это очень сильно может бить по времени компиляции. Но Needle хорошо подходит для многомодульных, если что, если хочется библиотеку. Но нам библиотеку не захотелось. Поэтому расскажу вкратце про многомодульность в ХХ. Мы используем такую штуку, как Tuist, для того, чтобы работать с Xcode-проектом нашим. Tuist вообще, он помогает решить такую беду. Наверное, многие сталкивались, когда несколько разработчиков работают над одним проектом в Xcode, и это все в одном модуле. И вдруг что-то один разработчик поменял, и потом в той же папочке поменял другой разработчик. Тут же происходит ситуация, что ты получаешь конфликт на GitHub, например, и ты видишь вот эту простыню, огромную в файле pbxproj, где ты должен что-то разбираться, смотреть пути, чтобы понять, не удалишь ли ты случайно файл своего коллеги из проекта. Tuist от этой проблемы полностью позволяет избавиться, потому что весь проект описывается с помощью… Ну, на языке Swift мы создаем там специальный файлик, и в нем описываем, какие мы хотим видеть вообще модули в проекте. И Tuist, как следствие, он упрощает очень сильно работу с многомодульностью. У нас есть очень классная статья и очень клевое видео в блоге про Tuist. Если интересно, то ссылочка будет в конце. Вот. Наш проект – это такой многомодульный дом, то есть со своим фасадом, с точками входа, с каким-то фундаментом, мы все это делим на фичи. И фичи бывают продуктовые. Вот пример продуктовой фичи – это может быть flow, где вы редактируете резюме, то есть это набор экранов вместе со своей логикой, там еще с чем-то. Или это может быть фундаментальная фича. Ну, например, там, фича дизайн-системы, в которой все компоненты, с помощью которых можно уже продуктовую фичу какую-то сделать. Или еще один пример фундаментальной фичи – это какой-нибудь сетевой слой, там, сетевой сервис, мы выносим в отдельный модуль. Вот. При этом есть основные модули, то есть у нас кодовая база общая на два приложения, на работодательское, на соискательское. И, соответственно, вот у нас два основных модуля есть, с которых начинается запуск приложения. Когда прогоняешь скрипт турист, то есть проект выглядит как-то так, получается у нас куча таргетов, они все в одном воркспейсе собраны. Здесь преимущество такое, что ты когда в одном таргете, там, вот ты делаешь что-то в какой-то в своей части приложения, ну, другие таргеты не затрагиваются, ты что-то сделал, билдишь, все очень шустро билдится. Холодный билд не очень долгий, а последующие тоже очень быстрые. Вот. И возникает проблема. То есть, получается, нам нужно не только с помощью DI, через DI передать зависимости наши, но еще и возникает такой прикол, что нам нужно передавать их из одного модуля в другой. А делать все публичным не хочется. Вот возьмем примерчик снова. Там резюме, какая-то вью-модель, и она хочет использовать API-провайдер какой-то для того, чтобы ходить в сеть. Как нам получить в модуле резюме этот API-провайдер? Ведь его в модуле резюме писать не хочется, потому что это явно такая универсальная штука, которая будет использоваться в нескольких модулях. Ну, типа штука, которая ходит в сеть. Для этого у нас накручена фабрика на протоколах. То есть, есть у нас базовый протокол для сервисов зависимости, и мы в модуле резюме описываем, у нас есть тоже там протокол сервисов, мы описываем, что мы хотим в этом модуле пользоваться API-провайдером. А теперь в фундаментальном модуле, где этот API-провайдер создается, мы создаем через экстеншены фабрику. И в фабрике создаем, опять же, экстеншен, и в нем публичный метод, который создает уже наш API-провайдер. Вот чуть покажу на схеме, как вообще это выглядит, как это работает. У нас есть созданный нами API-провайдер. Он находится в фундаментальном модуле. Мы при этом описали в модуле резюме, что мы хотим пользоваться этим API-провайдером. Тоже через несколько протоколов. У нас тут описана фабрика, и к этой фабрике есть требование, что должен вот такой быть метод у нее. Как это все теперь связать друг с другом? Ведь это находится в разных модулях. Это связывается через основной модуль, который запускается при старте приложения. Мы там описываем нашу фабрику, просто это класс. И эта фабрика, она конформит вот так вот пустыми блоками кода, конформит все фабрики всех остальных модулей. То есть получается, что как итог, у нас основная фабрика, она имеет все требования из протоколов модулей и имеет все экстеншены с публичными функциями. И получает их как дефолтные имплементации. И получается, как итог, мы можем из модуля резюме воспользоваться тем, что описано в фундаментальном модуле. Потому что наша фабрика, она при переходе к каждому последующему экрану передается как аргумент просто. И как итог, мы потом в моду резюме вот так просто пишем, обращаемся к нашей фабрике и получаем метод, с помощью метода получаем нужный нам провайдер. Все довольно-таки элементарно. Но чтобы было еще понятнее, я расскажу про такой демо-проект. В нем, он довольно-таки простой. Через туис тоже сделанный. В нем три фичи. То есть это основная. Это фича чата и фундаментальная фича core. То есть с точки зрения пользователя, это просто экранчик, там пара экранов буквально, это список чатов. И можно на любой из чатов тапнуть, и откроется типа чат. У этого чата, у него есть контроллер, есть вью-модель. И допустим, наша вью-модель в чате, она хочет использовать какой-то сервис, в данном случае текст-провайдер, для того, чтобы тексты какие-то получать. Сюда что угодно можно подставить. То есть это может быть сетевой клиент, это может быть какой-нибудь класс, который ходит у нас в базу данных, что-то получает оттуда и потом выдает на UI-ку пользователю. Как мы все это реализуем? Мы в фундаментальном модуле описываем наш текст-провайдер, типа что он умеет, публичным протоколом. Потом мы в том же фундаментальном модуле пишем, описываем этот класс и говорим, что этот класс у нас конформит этот протокол и реализуем нужные нам методы. То есть тут у нас просто месседж, там by-text-провайдер будет возвращаться. Вот, затем мы создаем уже конкретный инстанс этого текст-провайдера, и, как я раньше показал, мы в экстеншене к фабрике его возвращаем. Получается, у нас есть дефолтная имплементация вот этой публичной функции, которая возвращает уже нужный нам текст-провайдер, который все умеет делать, что описано в протоколе. А в том модуле, куда мы его передаем, мы описываем тоже в протоколе, говорим, что хотим вот такой текст-провайдер получать. Здесь прикол, что здесь уже используется протокол. То есть конкретная имплементация, она скрыта в другом модуле, и модуль чата про нее ничего не знает. Потом мы собираем, когда наш экранчик чата, мы создали там в нашем основном модуле нашу фабрику, и в экранчик чата мы передаем эту фабрику аргументом. То есть мы можем там передать что-то еще, что нам нужно, там ID-шник какой-нибудь, и фабрика передается дальше аргументом. Вот здесь получается так, что контроллер собирает другой контроллер чата. Обычно это лучше выносить какой-то отдельный слой сборки, но для демо проекта пойдет. И у нас теперь в контроллере чата создается наша вью-модель. Тоже здесь не совсем по ID, но для демо проекта пойдет. И в нее передается уже текст-провайдер, который забирается из фабрики, которая нам была передана раньше как аргумент. Вот такая вот схемка получается. Как итог, мы имеем, что мы когда переходим из чата, тапаем по нему, мы открываем уже экран из другого модуля, и в нем мы видим, что из нашего провайдера был передан текст. Вот. Какие тут итоги? Ну, получается, при такой схеме сервис закрыт протоколом и передается извне. Довольно-таки просто добавлять новые сервисы, когда разбираешься с этой схемой. То есть получается, ты добавляешь в требование, куда хочешь передать, пишешь, что хочешь получить, и где ты это создаешь, ты пишешь, как ты это создаешь. То есть, в принципе, в двух местах достаточно добавить код, и все заводится. Все ошибки мы получаем на этапе компиляции. Если мы потребовали какой-то сервис в одном из модулей, но не реализовали его нигде, мы попытаемся сбилдить проект, Xcode выдаст ошибку, что ничего не получается. То есть, так, ну да, тут понятно. И ненужное при этом скрыто. То есть у нас четко описано в протоколе сервисов каждого модуля, что ему требуется. А все остальное он не видит, как бы из этого модуля мы не видим. Зависимости получаются явными. То есть все зависимости модуля прописаны в отдельном протоколе. Мы видим, что там, если очень сильно растет количество этих зависимостей, то, наверное, стоит задуматься, может быть, стоит модуль как-то начать разбивать, потому что он что-то много от чего зависит. Мы не тащим лишнюю библиотеку в код. Тоже, наверное, вот как уже упоминалось, что это плюс, особенно в корпорациях крупных. Вот, ну и это просто красиво, тут как бы мое мнение. Ну, потому что, когда ты пишешь вот так вот на протокол-экстеншенах, иногда ощущение, что код сам себя пишет. Ну, в принципе, все, что хотел рассказать. Спасибо за внимание. Да-да, еще сразу скажу по QR-коду. Это вот там проектик. Если хотите, заходите на GitHub. Советую покрутить, если интересно. Ну, и телега моя, если что, пишите. Привет, спасибо за доклад. Как вы вообще пришли к тому, чтобы начать использовать DI? У вас было до этого приложение без DI? Или вы сразу начали использовать приложение DI? Просто вот у меня такая проблема. Я работаю на довольно старом проекте. Там есть сервис-локатор, ну и там какие-то небольшие украшательства для этого. Но, по сути, DI там нет. И вот я постоянно себе грею голову. Надо ли ее завозить вообще? Или уже от старичка отстать, и пусть он так и есть, и сам помрет? Или все-таки что-то хорошее сделать? И если сделать, то с чего начать? Ну да, хороший вопрос, спасибо. Ну, расскажу сначала вот про наш проект. У нас была схема, похожая на то, что я рассказал, уже какое-то время. Но она не была такой простой в использовании. Вот именно была проблема в том, чтобы добавлять сервисы новые. Приходилось в 10 мест там это все прописывать. И все это внедрялось как бы постепенно. Соответственно, и вот в вашем случае, наверное, тоже стоит присмотреться. Может быть, когда вы пишете какой-то новый модуль, который очень часто придется поддерживать, часто придется переписывать, то лучше, конечно, DI им воспользоваться. Потому что возникнут проблемы, которые я вначале описывал. Если что-то будет меняться. Или присмотреться, может быть, что в вашем коде сейчас чаще меняется, какие модули там чаще дорабатываются. И тоже, возможно, стоит попробовать их перевести на DI и посмотреть, насколько это вам упростит поддержку. Потому что когда ты дорабатываешь сервис, тебе не нужно больше лезть в код и смотреть, искать места, где он используется. Получается, доработка существующих сервисов, которые там чаще всего, например, провести анализ, какие-то выводы сделать и там по существующим пройтись и в новые уже завозить. Ну да, я бы так сделал. Мне кажется, хорошая схема. Спасибо большое. Привет. Во-первых, хотелось бы благодарить за шикарный доклад и презентацию. В презентацию очень крутое ощущение, что ты дизайнером или контент-мейкером работал до программиста. Так, а теперь вопрос про многомодульность. В общем, если все сделать красиво, разбить все на модули и нормально зависимости обрабатывать, то получится так, что проектный файл вообще не будет меняться или будет меняться в очень редких случаях. И в этом есть определенный кайф. У меня вопрос такой, что если вы этого добились уже на своем проекте или есть какие-то наметки в эту сторону? Вообще, есть ли намерение не менять проектный файл вообще больше? Ну смотри, у нас, короче, схема такая. Когда используешь туист, у тебя проектные файлы вообще в гид-игноре лежат. То есть другие разрабы не видят, что за схема проекта у тебя. Эту схему ее генерирует туист на основе того, как у тебя все по папочкам разложено и что описано в файле свифтовом. То есть эта проблема, она уходит полностью. Ты вообще забываешь про этот файл. А, круто. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, ребят. Спасибо. Спасибо. Спасибо.